всем доброго дня я до сегодня у нас nokia x7 будем менять низу зарядки у нас оторвана оторвана довольно старая модель 2011 года по моему вот ну с ними еще ходит модель неплохая работает на операционной системе симбиан вот имеет на ней стоит еще старые старые процессора рима 11 тактовой частотой 680 мегагерц вот так давайте разберем ее посмотрим что за гнездо зарядки там потому что честно говоря я не помню когда последний раз его менял так снимаем нижний пластик на двустороннем скотч он у нас сразу говорю следите за болтами потому что телефон имеет несколько разных болтов необходимо вкручивать свои места сняли болты далее верхний пластик также снимаем здесь еще у нас два болта уже совсем других как видите интересная конструкция телефона в этой модели еще один болтик так далее снимаем вот эту крышечку сверху вытаскиваем две вот такие вот направляющие которые держат тачскрин крепят придерживают тачскрин к корпусу откручиваем два болта под крышкой вот эти вот снимаем тач разъем далее снимаем сам тачскрин аккуратно с разъемом сняли тачскрин сняли тачскрин далее друзья нам необходимо снять экран потому что под экраном находится батарейка с болтами экран довольно крепко крепится к корпусу поэтому будьте аккуратны сильно не сгибайте его так до сих пор Справа отклеили, пробуем снизу. Не забывайте, что здесь шлейф включения. Не повредите его. Вот так, сняли экран. Такая вот клейкая медная фольга, к которой был приклеен экран. Так, откручиваем все болты. Они намного длиннее, обратите внимание, болты, которые держали вот эту нижнюю планку, снимаем ее. Еще один, и с другой стороны крестообразная головка, три болтика. Постоянно, когда разбираю этот телефон после кого-то, после других техников, мастеров, постоянно наблюдаю то, что болты поменены, перемешаны. Снимаем металлическую рамку с батарейкой. Вот она, батарейка у нас. И под ней находится плата. Кнопки вывалились у нас. Итак, убираем пока в сторону. Нам нужна плата. Отстегиваем разъем верхнего шлейфа. Достаём плату. Убираем рамку пока в сторону. Слот карты памяти. Снимаем резиновый чехол. Так, смотрим, что у нас за разъем. Итак, друзья, нашел практически аналогичный разъем. Ставил на паузу, пока искал. Вот. В общем-то, все совпадает у нас. Такого же разъема не нашел. Страшного в этом ничего нету. Включаем фен. Приступаем к съему сломанного разъема. Греем. Ставлю температуру на термофене 400 градусов. Можно ставить 350-400 градусов приблизительно. Снимаем сверху, потому что снизу у нас находится разъем. Вот видите, пластиковый. Мы его просто сожжем. Поэтому было бы удобнее, конечно, намного снимать снизу. Но есть модели, которым снизу не подступишься. Давайте добавим флюс. Замема и комбинация. Замема и нанат. Замема и муку. Замема и бинает. Снимаем. Добавляем флюс, зачищаем, необходимо залудить контакты, добавьте припой, если необходимо. Добавляем. Итак, ставим новый контакт. Выставляем ножки строго по своим местам. Выставили, прихватили. Добавляем флюса, флюс должен быть постоянно при пайке. Итак, ножки мы прихватили пару штук, чтобы гнездо держалось. Теперь припаивайте сами посадочные ножки. Четыре штуки сзади и две спереди. Добавляем флюса. Добавляем флюса. Добавляем флюса. Добавляем флюса. Добавляем флюса. Попробуйте. Сами ножки. Если есть микроскоп у вас, то отлично. Под микроскопом все хорошо видно. Если нет микроскопа, то придется напрячь зрение, и вот так вот иголкой попробовать. Все ли припаяно у нас. Сейчас я гляну под микроскопом. В общем-то все нормально у нас припаялось. Давайте соберем, посмотрим. Резиновый чехол ставим обратно. Итак, устанавливаем плату на металлическую рамку. Дарья берем, это у нас задняя крышка с батарейкой. Кнопки вывалились у нас. Поставьте их на место. Кнопки вывалились у нас. Кнопка звука. И так. это слот сим-карты можете вытащить пока чтобы не мешался ставим батарейку вставляем в сборе рамку с батареей таким образом вставили слот сим-карты можете где у нас поставить обратно это у нас слот карты памяти ставили и так закручиваем три маленьких болта вот этих вот на низ с крестовразной шляпкой извиняюсь наоборот их нужно включить вкручиваем их вверх перепутал еще один далее вставляем вот эту вот нижнюю нижнюю крышку здесь у нас такой паз есть его нужно приподнять чтобы вставить закручиваем тремя длинными болтами шестилучевой отверткой на т5 прикрутили далее экран застегиваем разъем укладываем экран на свое место удаляем отпечатки если вы умудрились оставить как я вставляем тачскрин давайте удаляем пыль которая набежала пока он лежал с экрана вставляем вставляем вращая внимание разъем сначала таким вот образом потом вставляем сам тач застегиваем его с другой стороны платы направляющие обратно с другой стороны вставили далее два болтика сверху закручиваем вставляем пяти лучевая отвертка надеваем верхнюю крышку Те же самые два болтика, точнее такие же самые закручиваем сверху, которые держат эту самую крышку. Пластиковые колпачки ставим, если клейкое свойство потерялось, то снимите старый скотч и замените его новым и два болтика сверху, вот так вот они выглядят, черные. Это нижняя часть телефона, колпачок. Закручиваем снизу. То же самое, крышку нижнюю ставим. Итак, давайте попробуем. Довольно длинное видео у нас получилось. Загорелся логотип, пошла зарядка, появился сигнал. 21-22 минуты практически у нас получилось. Довольно сложноватый телефон, потому что по сборке-разборке. Особое внимание обращайте в сборке-разборке телефона. Болтам. Очень многие неправильно его разбирают, да и собирают тоже. Итак, друзья, зарядка пошла. Всем спасибо за внимание. Вон у нас зарядка пошла. Это была Nokia X7 2011 года. Буду надеяться, что это видео кому-то помогло. 15 евро мы берем за такую работу по Испании. Всем спасибо за внимание и удачного дня.